Самое главное, что это ложь, это не просто ложь, это измена Бога, блуд, то, что называется религиозным блудом. Это союз с иными богами, кроме Господа, то есть с духами тьмы, вместо Бога. Помните, что в этом мире у нас любой человек находится или в союз Господа, союз Господа называется как? Заветом, да? Завет с Богом вступает в крещение, или вступает в завет с князем тьмы, и с другими богами, кроме Господа. И вся Библия пропитана обличениями Бога против отступников и блудниц, которые отступили от Бога, изменили Богу. Тот человек, который поклоняется иным богам, кроме Господа, он изменник. Вот знаете, бывает, люди ездят в Таиланд, например, и пойдут там, покрутят барабан. Как это называется? Это духовный блуд. Если он покрутит буддистский барабан, он совершает акт отречения от Бога. Просто обычный, классический. А он поклонился демону вместо Бога. Все. Перестал быть христианином. Как потом восстановить? Можно восстановить? По раскаянию, по раскаянию, по раскаянию, по раскаянию, по раскаянию церкви должно быть и все. Нет, там у нас не крестят. Нет, а отречения от Бога, да. Чтение мантры, да, например, да? А отречения от Бога классическое совершенно. На самом деле у нас люди вообще не серьезно к всему относятся. Между прочим, надо думать, чем занимаясь. Например, простой вопрос. Можно заниматься каратэ? Вот человек входит, входит в зал, пустой зал, и он кланяется. Вопрос, кому он кланяется? Духу зала. Конкретно, духу зала. Понимаете? Ну, в случае каратэ. Если он кланяется зал, он кланяется духу зала, к примеру. Это классический блуд. Самый страшный. Куда больше страшный, чем с пружской измены. Потому что это блуд от Бога. Понимаете? Но у вас здесь друг другу кланяются. Нет, поклоняются друг другу одно дело. Но поклоняются, например, гуру, как гуру, то есть как божеству. Это уже измена, понимаете? Поклоняйся человеку вместо Бога. А если человек не знает? Ну, монахи же кланяешь. Почитая образ Божий в человеке, но не почитая там наставник как Бога. А если вы кланяете к пустому залу, то вы к кому кланяйтесь? Здесь уже все, уже просто очевидно. Вот. Если человек по незнанию, Дети ходят на каракель. Блуд бывает по незнанию. Мы же не знали, вот. И вот эти дети передали. Ну да, и все. Рассказание может исцелить это. Но я просто говорю, что сам Синий – это тяжелейший грех, на самом деле. Вот. Или, например, люди там, например, приезжают. Там часто даже я читал путеводитель как-то. У меня была какая-то идея. Может, как-то я тебе буду дать, я осуществлю. В идее накопить денег и поехать в Индию. Почему? Потому что апостол Фома там был убит. Я хотел как раз так Мадью для апостола Фомы съесть. Под Мадрас. Вот. Я читаю путеводитель. Там говорится, когда вы приходите, посмотрите капюши того-то, того-то. Что надо с собой иметь? Поднимите с собой яблоко, банан, цветочек и ароматическую палочку. Такова вот традиция. Традиция называется идол поклонством. Понимаете по-русски? Традиция. У нас путеводители предлагают человеку, как норму жизни, как вежливость, принести жертву бесу. Понимаете? Традиция такая. Нормальный православный христианин может войти в капище. Есть даже вещь, которую он может пожертвовать на капище. Знаете? Тротиловый шар, например. Это великое, хорошее пожертвование. В пользу желательно уже здесь включен детонатор. Вы же не хотите. Трому посадишь. Например, обычно даже миссионерство христиане так и начинали. Они начинали с уважения и серьезных чувств верующих, иных конфессий. Как Стефан Первенский начали проповедь? Он пришел к самое главное святилище Азырян. В Усть-Выме. Там была огромная священная береза. Он пришел к ней ночью. Аккуратненько ее срубил. И я аккуратненько сел на нее, сидел, правила читает. А там был на следующий день праздник, в честь священной березы. Приходят, а у них священная береза срублена. Они ситые. Светлана Стефана и начинали проповедь. В кого больше кланяться? Береза себя не защитила. Это как раз нормальный подход. То есть от уничтожения идола, который мешает человеку встретиться с Богом. И, кстати, не надо думать, что на самом деле существовало много религий. На самом деле, когда говорят, что все религии одному учат, это чистая правда. Все религии, кроме православия, учат, в принципе, одному. Давайте так подумать. Кроме православия, да. На самом деле, еще исключение, может, иудаизм есть. Иудаизм – это некое совершенно особое состояние народа-отступника. Понимаете? Это не язычники, которые уже совсем давно забыли заветство. Это люди, которые помнят о завете и упорно им противятся. Это еще хуже. Конечно, хуже, естественно. Поэтому у них есть некое органическое тело у иудеев, что одного иудея где-нибудь преследуют в Дамаске или в России, а все мировые евреи начинают кричать. Почему? А как сказано про церковь православная, да, болит ли один член, болит все тело. Про принципы, так должны и христиане делать. Где-то одного христианин гонят, все христиане должны по всему миру начинать протест, понимаете? Это норма христианской жизни должна быть.